В Санкт-Петербурге есть уникальное место — Дом ветеранов сцены. А духовная доминанта комплекса — цирковь святителя Николая Чудотворца. В эти дни приход отмечает 110-ю годовщину освящения храма. После Божественной Литургии митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе разделил торжество с обитателями Дома ветеранов сцены. Дом ветеранов сцены и домашний храм святителя Николая Чудотворца обязан своим существованием выдающейся артистке Александринского театра Блистательной Марии Гавриловны Савиной. При ее деятельном участии в начале XX века появилось убежище для престарелых сценических деятелей. В 1906 году осветили храм в честь святителя Николая. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе приехал специально, чтобы поздравить насельников и служащих Дома ветеранов со 110-летием храма. Господь всегда с нами. Он с нами в молодости, Он с нами в средней полосе жизни, Он с нами, когда мы становимся уже ветеранами этого мира, Господь всегда с нами. Главное, чтобы молились, молча, спокойно, мирно, тихо ему. И Господь слышит на молитве и дает нам тихое и спокойное житие. Владыка в Арсенофе на добрую память подарил храму икону святого мученика и целителя Пантелеймона, а также наградил медалями и митрополитчими грамотами помощников, благодетелей и самих ветеранов сцены. Среди награжденных оказался Валерий Фокин, художественный руководитель Ленцандринского театра. Он рассказал, что вера в Бога преображает творчество. Если ты держишь в голове и в сердце, прежде всего, вот это ощущение того, что ты человек верующий, и что ты все равно свои главные задачи, и что бы ты ни делал, ты почитаешь все-таки какое-то дело благое, дело просветительское, дело воспитательное, то, конечно, это окрашивает определенной окраской все, что ты делаешь. Когда этого нет, то это не то, что ты можешь сделать не талантливой игры, ты можешь его сделать. Это разные вещи. Но, конечно, вот этой какой-то внутренней силы или внутреннего направления, конечно же, не будет. Поэтому это очень важно. Среди гостей праздника также был Николай Сергеевич Мартон, актер Александринского театра, народный артист России, играл великие роли. Наполеона Бонапарта, Антуана де Сент-Экзюпери, Пэрагюнта. Но уже три года он является прихожанином Никольского храма. За праздничным богослужением Николай Сергеевич впервые в жизни вошел в святое святых – алтарь. Господь Бог послал мне такое счастье быть сегодня в алтаре и провести там все время службы, которая произошла в этом храме. И потом мне было поручено сегодня прочитать молитвы. Что я и сделал с огромной ответственностью, с чувством необъяснимым. Словами это сказать нельзя. В церкви артисты не играют. Они ищут Бога своим живым сердцем и умом. Ветераны сцены имеют возможность регулярно приступать к церковным таинствам. По воскресным дням в храме проходят катехизические занятия.